Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный ручной пулемет CM-052S производство компании Цима. Поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный ручной пулемет, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство, мушковерт, пакет тестовых шаров и пластиковый шомпол. Страйкбольный ручной пулемет CM-052S от компании Цима моделирует 5,45-мм ручной пулемет RPKS-74. Одну из вариаций ручного пулемета Калашникова, состоящего на вооружении армии ряда стран по всему миру. Страйкбольный ручной пулемет весит 4,2 кг. Его длина с разложенным прикладом составляет 1,8 мм и 860 мм, если приклад сложить. Главными особенностями представленного страйкбольного ручного пулемета являются его внешний вид, совмещающий в себе классические очертания РПК и складной приклад, оборудование ручного пулемета несъемными стальными сошками, габаритными затворной рамой и возвратной пружиной. Страйкбольный ручной пулемет комплектуется гирбоксом третьей версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен внутри приклада. Для того, чтобы получить нему доступ, потребуется при помощи шлицевой отвертки выкрутить два фиксирующих винта на тыльнике приклада и снять тыльник. Внутри приклада расположены разъем мини-томия и предохранитель. Модель CM052S от CIMA изготовлена из металлического сплава, стали, прессованные панеры и удара прочного пластика. Из металлического сплава выполнена стойка мушки, внешний ствол, кольцо цевья, газоотвод, кронштейн сошек, колодка прицельной планки, сама прицельная планка, имитация затворной рамы, спусковой крючок и узел складывания приклада. Из стали дульное устройство, сошки, шомпол, газовая трубка, крышка ствольной коробки, сама ствольная коробка, переводчик режимов огня, защитная скоба спускового крючка, задняя антабка, тыльник приклада и винты крепления. Из прессованной фанеры, ствольная накладка, цевьё и приклад. Из пластика, магазин и пистолетная рукоять. На представленном страйкбольном ручном пулемёте установлены несъёмные сошки. Для того, чтобы их разложить, достаточно сдвинуть фиксирующую скобу и сошки под действием пружины разложатся. А для того, чтобы собрать сошки, следует свести их вместе и повернуть к стволу, после чего вернуть фиксирующую скобку на её место. Страйкбольный ручной пулемёт оборудован складным прикладом. Для того, чтобы сложить приклад, достаточно утопить небольшую клавишу справа на узле складывания приклада и сложить его вправо до фиксации. Но для того, чтобы разложить приклад, потребуется утопить рычаг на тыле ствольной коробки, после чего разложить приклад в исходное положение до характерного щелчка. Из коробки на страйкбольном пулемёте на срезе ствола установлен пламя-гаситель с посадочной резьбой М14. Для его демонтажа достаточно поджать подпружиненный гнеток на стойке мушки и скрутить дульное устройство. После этого на освободившуюся резьбу можно установить любое дульное устройство с посадочной резьбой М14 отрицательное. Переключатель режимов огня, он же предохранитель, расположен на ствольной коробке справа и имеет три положения. Верхнее положение, когда предохранитель включен, среднее положение для ведения автоматического огня и нижнее положение для ведения одиночного огня. Регулировка хоупапа осуществляется через окошко для выброса гильз справа. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть заднее положение и удерживать рычаг имитации затворной рамы. В прорези окошка выбрасывателя расположен ползунок, при смещении которого в сторону приклада степень подкрутки шара увеличивается. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых мушки и прицельной планки. Прицельная планка имеет регулировку как по вертикали за счет смещения подпружиненного хомута, так и по горизонтали путем поворота колеса внесения горизонтальных поправок со стопором. Мушку можно настроить только по вертикали, воспользовавшись мушковертом или отверткой из комплекта оригинального ока. Для крепления оружейных ремней на страйкбольном ручном пулемете есть две антабки. Одна расположена на кольце целья слева, вторая справа на узле складывания приклада. Для установки магазина необходимо закрепить зацепь магазина в передней части шахты магазиноприемника и смещая пятку магазина назад зафиксировать опорный выступ. Для извлечения магазина достаточно утопить рычаг отмыкания и подать магазин пяткой вперед. А сейчас я продемонстрирую с какими магазинами к страйкбольным автоматам АК серии совместима модель CM052S от CIME. В комплекте поставляется пластиковый бункерный магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется крышечку сверху и засыпать шары. А для того, чтобы шары попадали в шток подавателя, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятке магазина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...